Всем привет! Не забывай следить за моим каналом, ставить лайки и включать уведомления, чтобы быть в курсе роликов. В этом видео мы вместе узнаем, какой была прежняя профессия Демет Оздемир, какие проблемы у нее были с профессией, и кто поддерживал ее в этих бедах. Пока Демет Оздемир говорила, ее голос дрожал. А говорил он так, про мою прежнюю профессию так говорили. Известная актриса Демет Оздемир рассказала о своих неизвестных в программе, в которой она была гостей. Оздемир, который какое-то время был танцором, рассказал о полученных унизительных комментариях о своей прежней профессии. 29-летний Оздемир, которая недавно с любовью побеседовала с певицей Ахужан Котч, сделала откровенные заявления о своем бизнесе и личной жизни. А пока на вопросы проекта он ответил, «Я отдыхаю». Оздемир, который не участвовал ни в одном проекте в течение 4 месяцев, заявил, что он работает без перерыва в течение 9 лет и хочет отдохнуть. Потом он продолжил, сказав, что слова о моей старой профессии меня очень расстроили. Оздемир, который до актерского мастерства был танцором, сказал, смотри, какая у него была старая работа. Он сказал, что был опечален этой новостью. Известная актриса, объясняя процесс, через который она прошла, также сказала, что ее поддержали «Оздемир» и «Оздемир», которая в 2009 году снялась в клипе на песню «Мустафа Сондала» отец Этьвейу Нудь, сказал, что он не хочет, что он не хочет, что он не хочет, что он не хочет, что он не хочет. Когда вы говорите об этом, на ум приходят Селин Чекерч и Хазал Кая. Приедут мои друзья, которых я играл в сериале, с которым познакомился. Это было ужасно. Это было плохо, даже если и не было, я думаю, это плохо, но когда я снялся в своей первой драме, я дал интервью. Это было опубликовано в газете. Тогда они не хотели учиться. Потому что я был недостаточно известен. Я уже всем сказал, что танцую, раньше я танцевал. Моя сестра была танцовщицей. Никто не спросил, где я танцевала по одному. Вот почему я не объяснил. Я не сделал ничего плохого. На самом деле это очень ново. Два, два с половиной года назад появилась новость. «Шоковый шок», — сказал он. Это были названия. Да. Настоящая профессия Деметос Демир. Они занимаются рекламой. Мы сказали, мы закончили. Что-то случилось, но я не знаю что. Я прекрасно понимаю, что ничего не делал. Я знаю, что ничего плохого не испытал, но мне было очень плохо. Я сказал, сразу публика не станет вас обнимать. Вы будете работать над этим. Это 15 лет или 20 лет. Я только начинаю все. Я на шестом курсе. Мы закончили, сказал я. Сразу начинается паника. Не знаю, что это. Нечего стыдиться. Чтобы я не танцевала, три видео. Они говорили об этом часами. Знаешь, что? Посмотри на вау, Демет. Видишь, раньше она была танцовщицей. Что это за язык? Да, я была танцовщицей. Вы уже знали, но они действовали так, как будто что-то поймали. Вы знаете, что случилось на этот раз? Я действительно боялся, что меня не полюбят. Собственно, ничего в этом нет. В танцах нет ничего плохого. Но, к сожалению, в настоящий момент вы этого не видите. Вы сейчас сжимаетесь. Мне было так плохо и стыдно. Но я просто заработал деньги. Я не сделал ничего плохого. Совершенно очевидно, что я делаю с заработанными деньгами. Здесь нечего стыдиться. Селин Чекерчий поддержал. Внезапно я увидел это. Селин Чекерчий написал в твиттере, и что он сделал. Говоря. Я чувствовал себя хорошо. Потому что вы неизбежно впадаете в иллюзию. Когда вы получаете такую реакцию, а вы внезапно думаете, что это была ошибка. Я говорю о 5-10 минутном ощущении. Она была в актерском составе девушки из Эфеса. Кроме того, Демет Оздемир, проработавшая с певицей Бенгу 3,5 года танцовщицей, также некоторое время принимала участие в коллективе Pesus Girls. Я вернусь домой в 21.30. Тогда Оздемир сказал, вы родились и выросли в маленьком городке. Он продолжил, да, это так. Это было маленькое густонаселенное место, но там была действительно отличная культура соседства. Поскольку я вырос в культуре соседства, в моей жизни были такие вещи, как лазить по дереву, играть на улице с друзьями, возвращаться домой в 21.30. Потому что я был там до 11-12 лет, и я мог расти очень свободно, потому что это место, основанное на огромном доверии и дружбе. Мой отец был невероятно строгим человеком, но никто в семье никому не говорил, ты будешь таким. Он не стал бы давить. Он ответил. Я бы ни с кем не разговаривал, когда просыпался утром. Отвечая на вопрос, когда вы в детстве просыпались, вы какое-то время ни с кем не разговаривали. Знаменитая актриса ответила, раньше я была такой и была ужасным человеком. Может, даже если есть такие люди, мы сможем разгадать пароль прямо сейчас. В детстве я был невероятно амбициозным, целеустремленным и нетерпеливым. Я хотел, чтобы все произошло так быстро, но мне было 14, когда я подумал об этом. Так как быстро это может быть. Тем не менее, это нетерпение создавало во мне много напряжения, и когда я проснулся, я подумал, почему я проснулся сегодня. Например, когда я встречаю слишком веселого человека, почему вы так счастливы, что вы находите такого веселого по утрам? Я бы спросил. Когда я начал делать то, что хотел, я заработал деньги и начал выполнять свои обязанности перед семьей. Тогда я спросил, что такого смешного в этом утром? Я вернулся к типам, которых нужно было называть. Короче говоря, когда вы находите свою цель в жизни или вещи, которые сделают вас счастливыми, вы просыпаетесь очень счастливыми. Заявил он. Я очень уверен в своих чувствах. Демет Оздемир сказал, я очень реалистичен и честен, когда дело касается советов моим друзьям. Говоря о своих отношениях с людьми, актер сказал, я предпочитаю тебя, а не я люблю тебя. Я очень завидую, но не показываю этого. Я немедленно реагирую, но быстро понимаю, что это необоснованные чувства. Он сказал. Меня никогда не отвергали. Оздемир, у вас есть история отказа. На вопрос, нет. Меня никогда не отвергали. Дал ответ. Мы подошли к концу нашего видео, следите за новыми видео. Не забудьте поделиться своим мнением ролик и в комментариях. Пока. Пока.